Я Андрей Лаванов, работаю в институте Макса Планка. Фундаментальная наука — это путь в неизведанное. Вещи, которые делает фундаментальная наука, они иногда пригождаются или приходят в нормальный бытовой мир через многие столетия. Например, Ньютон, который экспериментировал с призмами и со светом, ломал королевскую мебель и порцию штор в королевских дворцах за 400 лет до того, как был открыт или стал использоваться лазер. В принципе, построена идея того, что света состоит из каких-то компонентов, или уже глинголы, то есть специальное изложение света, началось с опытов Ньютона, которые не имели никакой практической ценности. Практическая ценность — это их исследование стало понятно через 400 лет. В принципе, фундаментальная наука является именно такими вещами, просто понимая мир, мы делаем эти шаги, которые окажутся востребованными или понятными пребывателям, понятным простому человеку, иногда через десятилетия или иначе десятилетия. Но без этих шагов мы просто-напросто не сумеем достичь того, чего достигаем через эти самые десятилетия и столетия. Фундаментальных исследований. А что, на Ваш взгляд, людей завело на эту конференцию? Я думаю, что много причин. Потому что служебная необходимость для ученых — это тогда, когда решаются вопросы о научном финансировании каких-то вещах. А здесь конференция, скажем так, мемориальная, с людьми. То есть это дань памяти больше. Подвести итог работы, которая была начата во многих отраслях. Виталий Владимирович и Генсбург. Для меня это, конечно же, никакая не необходимость. Меня, например, было очень интересно послушать многие доклады с точки зрения того, что происходит во многих отраслях физики, которые являются смежными из моих отраслях. И узнать именно об этом, о науке. И было интересно узнать, как все эти отрасли связываются. Сейчас нового что-то появилось, что обещает какой-то прорыв, может быть. Ну, это сложно сказать. Но опять-таки мы находимся в положении того самого метона. То есть мы еще не знаем, к чему все приведет. Чем закончится или каким образом какие-то фундаментальные исследования потом окажутся полезными? Не знаю. В какой области не всегда ясно. Не всегда ясно. Но есть что-то, что мы можем нащупать уже? Элементарные частицы, понимание, как устроить мир, оно всегда ведет к каким-то новым эффектам, пониманию новых эффектов, которые будут к этому применены уже более прикладными областями. Это однозначно. Понимание того, как устроена Вселенная. Все наши эффекты, которые, например, связаны с квантовой физикой, или с космологией. Все те эффекты, которые мы знаем из книжек, фантастические. Телепортация. Телепортация сейчас изучается на фундаментарном. Вот любопытно. Вот физики верят в это? Телепорт. А зачем верить? Они ее не исключают. Они не только не исключают. Уже есть опыт квантовой телепортации. То есть, можно телепортировать элементарную частицу. Но пока еще нельзя... Реализовать в макроскопическом масштабе. Пока еще нельзя телепортировать систему элементарной частиц. Макроскопический объект. Вот такие объекты. Квантовая физика занимается очень много. То есть, эта задача покоя не дает? Да. Которая же не будет. Но квантовая физика, с точки зрения квантовой физики, законы квантовой информации. Это очередной прорыв, который сейчас у нас начинается. С квантовыми компьютерами. Квантовый компьютер, да? Топологии пространства-времени. Все тоже мы применим. В конце концов, надеемся. В конце концов, применим возможности путешествия. Путешествия добавлены. Мы сейчас знаем много о нашем мире. Но совершенно недостаточно, чтобы исследовать его далеко за пределами нашей планеты. Но мы, тем не менее, способны рассуждать о том, что нам пока еще технически недоступны. Да, конечно. Уникальная способность, она еще из Древней Греции идет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...